Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапы-регион, студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Наведем порядок в уличной торговле. Администрация Анапы проводит ежедневные рейды. Борьба с нелегальным алкоголем. Более тонны нелицензионной продукции изъят у торговцев. Мастерство и воля к победе. Титулованные баскетболисты поделились секретами успеха с подростками, отдыхающими в смене. Сегодня практически ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов в районе Хутро-Красный. Оперативный штаб работает круглосуточно. На стороне сотрудников МЧС, которые проявили высокий профессионализм при ликвидации возгорания, выступила погода. Дождь в первой половине дня способствовал тушению. Сейчас на площади в 430 квадратных метров оперативные службы ликвидируют очаги тления. Завозится грунт для того, чтобы пересыпать полигон. Для полного завершения тления планируется продолжать просыпку грунтом и проливку очагов. В ликвидации происшествия задействовано 47 человек и свыше 35 единиц техники. По результатам сбора информации от глав сельских округов, запах от продуктов горения на полигоне ТБУ не ощущается. Жалоб от населения на телефон оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Анапы не поступает. Мы любим свой город и верим, что он нравится нашим гостям. Стараемся сделать его привлекательнее для отдыхающих. Тогда почему проходы к морю превращаются в Шанхай, где трудно поверить, что мы современный курорт? Как только рядом с торговыми точками появляются специалисты муниципального контроля, продавцы хватаются за телефоны. Незменный звонок недосягаемому хозяину, поскольку документов у торговцев нет. На проезде уральские самоцветы с размахом торгуют овощами в перемешку с сувенирами и шашлыком. Шашлычники без зазрения совести перекрыли всю пешеходную дорожку. Горячая продукция на время рейда осталась без шашлычника, как и ларек со свежей домашней выпечкой. Ее в спешном порядке эвакуировали. Закрылся экстренно и винный магазин, который, судя по вывеске, работает все 24 часа в сутки. Напримостившись рядом квадроцикл, тоже не нашлось хозяина. Спешно ретировались все, кто так или иначе незаконно занимается предпринимательской деятельностью. Но помогает в деле выяснения незаконных владельцев геодезический приемник. Давайте этот прибор сюда, формируйте пакет документов. И вот эти вот точки. Ну понятно, по этим сейчас будет составлен протокол, по этим все это понятно. А по этим сейчас определение назначения земли, чья земля, кому-то она в аренду и кто хозяин на сегодняшний день. Для подготовки материалов в суд. Рейдовая группа возвращается сюда снова, как и на набережную Малой бухты. Здесь в субботу понудили собственников в пяти незаконных конструкций убрать торговые ларьки. На Пионерском проспекте выявлены 19 объектов, незаконно реализующих алкогольную продукцию. А всего по городу таких торговых точек закрыто специалистами отдела торговли их более 40. Более одной тонны нелегального алкоголя изъяли в ходе совместного рейда краевых, городских властей и сотрудников полиции. Этот магазин находится на Пионерском проспекте, где традиционно много отдыхающих. Как пояснили нашему корреспонденту, в Департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Лицензия, которая размещена в уголке потребителя, является подложной. Продажа даже самого изысканного вина здесь запрещена. Помимо напитков, в бутылках в магазине торговали разливным алкоголем. Сотрудники полиции поясняют, что на упаковках нет акцизных марок. Следовательно, эту продукцию произвели нелегально, а может быть даже и в кустарных условиях. Ее происхождение сейчас устанавливают. Отсюда на специальный склад увезли порядка 1100 литров алкогольной продукции. Также без каких-либо документов с нестационарной точки на пляже Витязева продавали пиво и другой алкоголь. Здесь изъяли около 30 литров напитков. С начала года в Анапе уже изъято более 61 тонн алкоголя. Борьба с нелегальной торговлей спиртным, особенно в курортный сезон, один из приоритетов в работе городских служб. Соответствующую работу ведет управление торговлей при активном участии общественности. Для санаторно-курортного комплекса Краснодарского края с начала года поставили 2800 тонн продукции из региона. Продвижение местных продуктов способствует инфотуры с участием сотрудников предприятий пищевой промышленности. В Минсельхозе края отметили, что с конца прошлого года инфотуры прошли в Анапе, Геленджике, Ейске, Сочи и Темрюке. В них приняли участие около 100 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, руководители торговых компаний и санаторно-курортного комплекса. Всего было заключено 116 договоров на поставку продукции в санатории и гостиницы и 682 договора о намерениях сотрудничества. Напоминаем, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мае прошлого года потребовал обеспечить курорты местными овощами. Он заявил, что край должен быть ориентирован на кубанские продукты. В День семьи, любви и верности на Театральной площади состоялась концертная программа, которая объединила жителей и гостей Анапы, отмечающих этот светлый и теплый праздник. С поздравительным словом к собравшимся обратились заместитель главы города-курорта Людмила Марашова и протеерей Свято-Ануфриевского храма отец Геннадий. Одной из самых приятных частей вечера стала церемония награждения семейных пар общественными медалями и благодарностями. После церемонии награждения программу продолжил концерт, в котором участвовали гости из Геленджика, Краснодара, ансамбль «Радость» из Луганской области, а также народная артистка России Раиса Гончарова и вокально-хореографический ансамбль «Родник». Под чистый перезвон колоколов на сцене появились анапские танцевальные коллективы, а также ансамбль «Радость» из Брянки, который подарили зрителям яркую хореографическую зарисовку. После выступления мальчики и девочки спустились со сцены, чтобы раздать зрителям главный символ праздника – ромашку. Бесценный опыт. Титулованные баскетболисты проводят тренировки с ребятами, которые отдыхают сейчас в Федеральном детском центре смена, делятся знаниями и навыками мастерства. Мероприятие организовано Российской Федерацией баскетбола и проводится впервые. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично! Такие тренировки проходят утром и вечером. Ребята приехали сюда целенаправленно, чтобы позаниматься баскетболом под руководством именитых спортсменов. Наставники подчеркивают, что в основе программы не то, что каждый может скачать в интернете, а личный опыт. Хотя стоит задача не выпустить специалистов, что невозможно за пару недель, а пробудить или разжечь интерес к баскетболу. Все прилетают, сразу хотят бросать, хотят играть. Но я предложу пример такой, что космонавты сразу на ракету не садятся. Должна быть обязательно подготовка. Вот первый триплинг, начинается ведение, потом потихонечку броски, потом уже начинают ребята играть. 1-1, 2 на 2, 3 на 3. В конечном итоге уже в конце лагеря они осваивают основные элементы и уже получается сыграть немножко 5 на 5. Лазарес Папандополос родился в Витязево. Говорит, что визит на Анапское побережье вызывает у него ностальгические чувства. Баскетболом начал заниматься с 10 лет. После окончания профессиональной спортивной карьеры один из главных интересов – передать свои знания. Есть перспективные ребята, есть талантливые ребята, но талант без работы – это ничто. Поэтому талант надо подтверждать ежедневной работой. Каждый день, утром и вечером. И только тогда будет результат. Поэтому мы это детям пытаемся в каждой тренировке объяснить. Чтобы если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен работать утром и вечером, совершенствовать себя в мастерстве. Мероприятие проводится впервые. Оно организовано Российской Федерацией Баскетбола. Богдан из Башкортостана. Дома играет с друзьями в баскетбол на школьной площадке и во дворе. Путевку в лагерь он выиграл. По условиям конкурса нужно было снять видеоролик. Он придумал трюк – забросил мяч в кольцо с велосипеда на ходу. Ролик отобрал глава федерации Андрей Кириленко. Богдан считает, что ему будет, что рассказать дома товарищам. Мышцы болят. Видно то, что работают с нами. Хорошо. Да, ну честно. Ну, дриблингу хорошему. На встрече с ребятами вместе с Лазаресом и Алексеем их коллеги, также титулованные спортсмены – Валентин Кубраков и Игорь Куделин. От некоторых вопросов вдавалось отшучиваться. Как вы учились сегодня? Баскетболисты признавались, что после девятого класса, когда уже шла специализация, некоторые из них из хорошистов стали троечниками. Сохранять высокую успеваемость было непросто. По словам спортсменов, им очень интересно общаться с молодыми людьми и отвечать на их вопросы. Они не исключили, что в этом зале есть ребята, которые свяжут свою жизнь с баскетболом. По сообщению Кубаниэнерго, в связи с проведением ремонтных работ будет частично прерванное электроснабжение. Завтра, 12 июля, с 12 до 17 часов в Виноградном, с 13 до 17 часов в Анапской, с 14 до 16.00 в Курбатском, Чимбурке, Куматыре. 15 июля, с 13 до 17 часов в Чиконе, Вестнике, Веселой Горке. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.